Рассказ Рассказ Юрий Владимирович Никулин Я проработал более 40 лет артистом и 10 лет я директор Московского цирка. Я цирк знаю от начала до конца, и все мне знакомо, и жизнь артистов, и все беды, и все чаяния наших людей. В это тяжелое время самая безрадостная жизнь это у тиранов цирка, у пенсионеров. И вот появилась подчерника Ельве, энергичная женщина, наша артистка, диссеровщица. Она, как она вот с медведями занимается, вот так держится, гвоздя, так она и взяла вот это вот дело. Она организовала фонд помощи артистам. Мой папа пришел в цирк из спорта, сделал свой полет. В этом же цирке работал ветеринарный врач, который по тем временам и имел свою ложу в цирке. И он привел на представление свою дочь. И так и осталась Нина Андреевна до сегодняшнего дня в цирке. Есть у меня супруг, это семья Асмус-Довейка, которые более ста лет в цирке. В 41-м году войну мама встречала на костылях. Она разбилась в полете, мы эвакуировались. Позже они приняли белых медведей. И на одном из представлений папу порвал медведь. И вот в результате этой травмы, полученной огромной, папа 20 лет пролежал парализованным. Сейчас мы живем очень трудно все, но кто-то живет трудней. Значит, вот этому трудней надо помочь сегодня. Кстати говоря, когда папа 20 лет лежал больной, парализованный, то ни один человек, только Юра Никулин, который помог достать коляску. Когда мы были на гастролях, он был здесь, он привозил сметану, картошку домой. Но больше никто нам не помог. Это все толкнуло меня вспомнить традиции старого цирка, где все помогали друг другу. Ведь милосердие в цирке было всегда. Вы понимаете, сегодня мы веселые. А что будет с нами завтра? Ведь все наши артисты, старики были такими, как мы, и красовались, горцевали. И тот, кто дает сегодня, может быть в этой помощи. Или материальной, или моральной, что не дешевле когда-то, и придется нам воспользоваться. Мы существуем только на пожертвованиях. Артисты, которые выезжают за рубеж, привозят доллары, на которые мы покупаем аппаратуру. Мы протезировали, мы купили коляски. Юрий Александрович Александров Серж. Работал я жокеем-наездником потомственной династии Серж. 48 лет без малого. Мой дедушка, Сережа, клоун на лошадях был. И он спрашивает режиссер, как ваша фамилия? Он говорит, Александров. Очень длинно, он японец был. А как ваше имя? Сережа. Вот и будете господина Серж. Считались лучшими жокеем-наездниками в СССР. Четыре человека одновременно прыгали на лошадь ногами. Это рекордный трюк, его до сих пор никто не делает. Вот так сложилась жизнь. Одну ногу, а потом вторую. Ничего не сделал врачи. Профессор знаменитый в Москве кунгурцах. И он ничего не мог сделать. Надо ампутировать. А то иначе гангрена, и можно уйти на тот свет. Так лучше без ног, но собственной машиной, маленькой, домашней. Сейчас перед нами открыли дверь. Вроде бы свобода, но мы не знаем, по какой дороге пойти. Нам тяжело, как и всем. Но было тяжело и во время войны. Те, кто выжил, они все вернулись в цирк. И, наверное, только одним спортсменам будет понятно, как можно без лучевой кости, без ноги делать отрывные трюки на турнике и приходить на манеж, на протест. У нас у всех была огромная любовь к цирку. Одна большая беда на всех и единство. А теперь все иначе. В связи с развалом страны у нас уменьшилось количество цирков. Значит, появились лишние артисты, лишние наши животные. Как жить дальше? Виктор Чернобровый. Двадцать минут назад кончился спектакль. Сижу, вспоминаю. В этот манеж я пришел тридцать лет назад. Прошел, был униформистом, ассистентом. Сейчас режиссер инспектор манежа. На мне маска клоуна. О ней мечтал всю свою жизнь, с детства. У меня и двенадцать детей, и три внука, которые тоже хотят работать в цирке. Но проблемы, проблемы у всех. Правда, в нашей семье они немножко больше. Но я считаю, что у детей, не только у моих, но и у всех детей, должно быть розовое счастливое детство. Виктор не сказал нам, что недавно умерла жена. Что после травмы манежа лишился глаза. Может быть, помощь фонда довольно ощутимая. Добавила ему оптимизма. Дай бог, как говорится. Рассказывать о всех, кто поддерживает фонд, другая, отдельная история. История о благородстве, история о бескорыстии, об истинной щедрости. Ибо истинно щедр тот, кто отдает принадлежащие ему самому. Я выезжу. И сейчас живу только благодаря своей жене. Работал я в подкидных досках. Номер хороший, красивый номер. Володя Волков. Акробат. Мы часто выезжали за границу. И в одной поездке в ФРГ получилась мобильная катастрофа. А сейчас я в постели. Это очень тяжело, но... Я перенес много операций. Пять клинических смертей. Врачи сделали такое заключение, что я не буду шевелиться вообще ни руками, ни ногами. Только одна голова будет работать. Но прошло какое-то время, у меня начали работать руки. Потом я начал потихонечку, помаленечку. С Божьей помощью, как говорится. Заработали ноги. Начали сгибаться коленки. Это тяжело, конечно. Большой труд. Это очень тяжелый труд. Но в принципе... На жизнь бежаться не стоит. В жизни все бывает. И с каждым может произойти это. С любым человеком. Ельвина Михайловна Подчерникова уверена, фонд Милосердия это та же цирковая лонжа, что страхует артистов. Но только не на арене, а в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok